Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу набор песка. Предлагают три машины за 5 баксов, дорого или нет, сейчас будем разбираться, потратим на это буквально пару минут времени. Ну и соответственно вы будете понимать, имеет ли смысл вам приобретать себе данные машины, что вы с этого получите, ну и насколько это выгодно. Что касается самого набора, в набор входит три машинки второго уровня коллекционного песка, именно Т1Е6. Машинка, ну я бы сказал, не совсем заурядная, но и ничем супер таким не выдающаяся. Что касается Т7К, то здесь безусловно все совсем по-другому, это такая себе полуимба барабанная в песке. Поэтому если вы хотите весело погонять, то безусловно данная машинка вам понравится однозначно. Что касается ребят Т2 Lite, у меня этой машины не было на основе, у меня есть пресс-аккаунт, на котором я сниму обязательно в ближайшее время честный обзор на машинку, обязательно покажу ее, как она катается в рандоме, чего от нее ожидать, можно ли на ней фаниться, играя в песочных боях. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец на колокольчик, если такой видосик вам интересен, чтобы не пропустить его выход. Что касается вот этих двух машин, обзоры честные на канале есть, и вот здесь наверху в пределах видео всплывут подсказочки на данные видосы, плюс обязательно ссылки добавлю в описании. Это больше видео для коллекционеров и для тех ребят, которые любят пофаниться в песке. Ну а теперь информация для тех ребят, которые покупают подобные наборы для того, чтобы их обналичить. Что вы получаете? Вы получаете за 5 долларов 3 машины, которые можно продать за голду. Т1-Е6 вы можете продать за 750 золотых монет. Что касается двух других машин, в частности Т2-лайта и Т7-кар, то они стоят по 650 золота каждая. Таким образом получается, что с данных машин, ребят, вы получите 2050 золотых монет. Плюс к тому, ребят, у вас останется 3 слота в ангаре, каждый из них оценивается в 250 золота, то есть типа сэкономите еще 750, ну или купите 750, которые по определению сразу потратили уже на слоты в ангаре. Кроме того, вы получаете себе американский контейнер, из которого может выпасть одна из премиумных машин, но в то же время необходимо помнить о том, что могут упасть и не прем-машины, а может упасть что-нибудь из вот этого. Всякого рода бустеры, сертификаты на свободный опыт, короче говоря, всякого рода другая мелочевка. Понятное дело, что хотелось бы себе все-таки машину заиметь, но имейте в виду, что процент выпадения машины полпроцента каждой из них. Что касается, ребят, вот этого приказика, то в приказике вы получаете возможность, победив в 10 боях в течение дня, я думаю, что это не так уж и сложно, открыть контейнер мистический, из которого вам тоже с определенной вероятностью выпадет мистический сертификат, который обменяете на одну из каких-то потенциально прикольных машин, и здесь уже вероятность выпадения целых 5%. Согласитесь, лучше, чем 0.5. Вопрос только в том, что конкретно вам выпадет из этого мистического сертификата. Опять-таки, если это будет какая-нибудь десятка с вероятностью 1.4%, это действительно круто. А вот если выпадет там что-нибудь совсем нижних уровней с вероятностью 1%, здесь уже будет немножко обедняк. В любом случае, какую-то дополнительную машину чисто теоретически получить вы можете, если вы, ребят, плюс-минус фартовый, из контов вам что-то когда-то выпадает. Что касается золота, то я бы не сказал, что здесь действительно есть какие-то высокие шансы чем-то поживиться. 0.15%, допустим, за 5 косарей голды. Что касается тех же самых, допустим, там 1500 золота, то 1%. С таким успехом больше вероятности, что выпадет именно мистический сертификатик. Таким образом, получается, что по большому счету за 5 долларов вы получаете, ну если так вот прям совсем в притирку посчитать, то 2800 золотом, но из них 750 сразу потраченных на 3 слота в ангаре. 2050 золота чисто ганом, плюс у вас останутся какие-никакие акамо, которые вы как минимум можете обменять на осколки и потом за них купить себе контейнеры с кастомизацией. Ну и есть возможность открыть 2 канта. Выгодно-невыгодно? Если посчитать вот так вот на калькуляторе сугубо чистый доход с золотом, то, наверное, все-таки невыгодно, потому что чистый доход с золотом получается всего 2050 золотых монет за 5 баксов. Но если посчитать все вместе, то плюс-минус где-то так оно все и стоит. Особой выгодностью предложение не блещет, но, скажем так, оно и не является прям совсем унылым, никудышным. Возможно, кому-то будет интересно, ну и кто-то захочет потратиться. Ну а на данный момент у меня все. Если вы за честное мнение по поводу товара в магазине, обязательно подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрышах призов. Милости просим на наш канал, я всегда вам рад. На данный момент у меня все. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.